Друзья, Олег Семенов, луганчанин, на связи сейчас и мы попробуем у него узнать, какие настроения у людей в Луганске, простых людей, действительно люди хотят отделиться или не хотят они отделяться. Олег, доброе утро. Доброе утро, Валера. Олеш, Юлечка тут, Лина. Олеш, ну вот хотелось бы, чтобы была честная информация. Вы много общаетесь, достаточное количество, да, с представителями разных слоев в Луганске. Скажите, пожалуйста, какие сейчас настроения в Луганске? Люди за присоединение к России или за то, чтобы остаться в составе с Украиной? За вашими опросами? Ну, по моим, у меня как бы свой соцопрос, по моим данным, по данным людей, с которыми я общаюсь, это люди в основном средних лет, от 35 до 50 лет. Это представители малого и среднего бизнеса, простые работяги. То есть, ну, по моим опросам, с кем я общаюсь, процентов 70 людей, скажем так, пророссийские настроены. А скажите, это последние дни, да? А до этого что? Да, а еще месяц назад цифры были совсем другими. Еще месяц назад процентов 40 было только настроено пророссийские. Именно по вашим опросам. С чем это можно связать? Да, именно по моим. Я не могу отвечать за весь Луганск или там за всех шахтеров или еще за кого-то. С чем вы это связываете? Я люблю тех людей, с которыми я непосредственно общаюсь. С чем вы это связываете? С чем вообще? Почему так настроения меняются? На мой взгляд, на мой взгляд, опять же, это следствие нескольких факторов. Основные из них это рост цен, обмечание народа. То есть народ озлоблен. Каждый день цены растут. Плюс, конечно, еще подливает масло в огонь однобокость освещения украинскими каналами событий здесь. То есть здесь, когда возьмут одного представителя, проукраински настроенного, скажем так, человека, он в эфир говорит от имени всех луганчан или от имени всех шахтеров, это людей раздражает. Скажите, вчера был митинг в Луганске, по-моему, да? В Донецке, мы знаем, тысяча человек собралось. В Луганске тоже вчера проводился митинг. Есть у вас информация, сколько людей вышло в действительности туда? Ну, как бы я не был там, подсчетами не занимался, но по рассказам моих знакомых, там было несколько тысяч человек. Скажите, курс доллара, если пойдет вниз, и, соответственно, пойдут цены, это может как-то изменить ситуацию на данном этапе? Я думаю, да, потому что рост цен, это сейчас главный фактор, который обозляет людей, которые требуют перемен и идут на эти митинги, на все эти демонстрации. Если говорить о местных элитах, ну, ни для кого не секрет, что Луганском, Донецком в течение 20 лет руководили фактически одни и те же люди. Есть информация, что сейчас эти люди также частично стоят за организацией всех этих выступлений, митингов и захватов. А есть лидер, которому вот сейчас луганчане готовы довериться, да? Ведь Александр Ефремов, это человек, который был при власти, мэр Кравченко, это те люди, которые руководили вами, ну, нами всеми, прекрасно мы это знаем, и изменений вы ими были недовольны. А почему сейчас, кто сейчас может возглавить луганца? Валер, ну, информацией, которую я владею, никто сейчас никого не поддерживает. Люди как бы сами за себя идут, за свои семьи и за все прочее. Лидеров здесь, которые 20 лет руководили нашей областью, их здесь тоже, я думаю, никто не поддерживает. Ну, здравомыслящие люди их тоже не поддерживают. Потому что народ понимает, кто на самом деле разграбил Луганск, Луганскую область и все это. Поэтому, как такового лидера я здесь пока не вижу, но, по крайней мере, не владею такой информацией. Люди сейчас простые люди, идут сами за себя, за свои семьи. Олег, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас кто-то из тех представителей власти нынешней, если он поедет на территорию, на вашу территорию, скажите, пожалуйста, насколько хорошо их встретят и вообще, ну, будет адекватная реакция? Слова нужны, помогут? Я понимаю, что будет адекватная реакция, но пробовать нужно. Потому что люди, когда нам киевские власти говорят, нужно тянуть пояса, нужно потерпеть, а народ и так озлоблен, это все дорожает. Когда говорят, надо потерпеть, мы терпели то, Майдан, а теперь это просто, чаще всего слышно слово геноцид. Но пытаться разговаривать с народом нужно. Нужно представить какие-нибудь экономические программы, чтобы народ понял, для чего это все делается, а не просто хвалиться тем, что нам МВФ дает миллиарды. А вы спілкуетесь с предпринимателями, чи есть у них какой-то основной меседж, с которым они хотели бы обратиться к нынешней владе, а вы выбрали изменения? Да, основной посыл, вот предприниматели, что их больше всего беспокоит? Именно предприниматели и их посыл нынешней власти? Ну, предприниматели беспокоят, во-первых, то, что сейчас, ну, теми, с кем я общаюсь, просто сейчас предприятия многие просто встали, остановились. Потому что плюс нынешние отношения с Российской Федерацией, которые многие были здесь на Востоке, завязаны на отношениях с Российской Федерацией. Теперь это, ну, многих, у многих остановились предприятия, у многих продажи снизились, и поэтому это тоже людей, как бы, очень... Короче, все должно, если все заработает, если цены пойдут вниз, и настроение чуть-чуть изменится. Мы на это надеемся и верим, тем более, что Луганск родной для меня город. Олег Семенов, Олег, передавайте привет всем землякам. Луганчанин, который был у нас на связи, рассказал о мыслях простых людей, для предпринимателей, пенсионеров в Луганске. Спасибо, Олег. Мы верим в то, что Украина единая. И Донбасс неподильная часть Украины.